Партитура, камертон и молитва перед всяким делом. Взмах руки регента и своды храма заполняются тихо струящимся распевом священного песнопения, которое отзывается резонансом в глубинах души. Мария Кочмазова уже не первый год руководит хором Кафедрального собора Владикавказа. Для нее это дело жизни. Дело непростое, ведь песнопение – один из важнейших столбов любой службы. К каждому богослужению Рюген готовится особенно ответственно. Профессия Марии, как она сама рассказывает, была предопределена изначально. Мой дедушка, фронтовик, герой Великой Отечественной войны Георгий Майсурадзе, играл на всех национальных инструментах. Именно он привил любовь к народной музыке и танцам своим детям и внукам. В 90-е годы открылась первая в республике церковно-приходская воскресная школа стараниями отца Леонида Ахидова. Учащиеся поднимались на клирос, что могли, читали и пели под руководством регента-псаломщицы и первого учителя Ларисы Леонидовны Ахидовой, а также именитых псаломщиц, уважаемой Александры Павловны и Надежды. Отец Леонид Ахидов благословил поступить в музыкальное училище имени Георгиева. Сдав экзамены, меня определили на Держовское хоровое отделение в класс преподавателя Елены Алексеевны Хурумовой, Хаустовой. После отъезда московского регента Натальи Сахно, по благословению настоятеля отца Константина Джоева, три года я руководила малым хором и пела в большом хоре под управлением Колиевой Тамары Михайловны. По благословению владыки Феофана, меня назначили в кафедральный собор великомученика Георгия. Настоятель, отец Владимир Самойленко, очень деятельный батюшка, всячески поддерживал новообразованный хор. Мария за годы служения регентом стала наставником для многих своих коллег. Работа в церковном хоре для них тоже теперь дело жизни. Она для меня наставник в том числе, потому что ее дирижирование и ее хор очень меня вдохновляет, и дирижирование такое легкое, и поется очень легко. И это, конечно же, сказывается и на моем понимании, как дирижировать хором. Сначала, на первый взгляд, как будто бы строгий, требовательный. Но дальше, когда ты начинаешь уже более тесно общаться с ней, то понимаешь, что она абсолютно открытый, добрый, располагающий к себе человек. Музыка 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 Музыка